У Сергея Владимировича Пархоменко два сына. Алексей уже служил в армии и отец, как человек, прошедший дорогами афганской войны, горд. Сыновья растут настоящими мужчинами. Отец из поколения 80-х. Тогда мальчишки не знали слова закосить от армии. В те времена, если молодой человек не служил, значит больной. Не каждая девчонка будет с ним встречаться. Сергей мечтал служить в армии. Так как я по здоровью подходил идеально, в свое время защитил кандидата в мастера спорта по боксу, вырос здесь на море, это и яхты. Я записался в ДСАФ на прыжки, прыгал, и я попал в воздушно-десантные войска. Учебка, в которую попал Пархоменко, даже его, спортивного и закаленного, ломала. Менялись привычные представления о возможностях солдата. Зарядка, бег на несколько километров, занятия с утра. После обеда полтора или три километра бегом, и на сон грядущий опять занятия, и на сон грядущий опять три или шесть километров бегом. Каждую субботу или воскресенье это называлось спортивным праздником. Издевательство страшное. Или 10 или 20 километров полное боевое. Марш-бросок. Так незаметно за полгода укрепились не только бицепсы, но и дух, и воля. В один из дней родители приехали посмотреть, как служит сын. Мои отец и с матерью дошли к КПП части, чтобы узнать, как попасть или вызвать сына. И в этот момент выходил из КПП части, наш замполит роты. Он, о, Пархоменко, отличный солдат, через месяц в Афганистан отправляет. Мама там исползла. Папа ее еле подхватил, успел. Одним из самых сильных впечатлений за эти 30 лет было и остается воспоминание о том, как он впервые увидел войну. Мы заправились в Ташкенте. И когда уже перелетели границу, получилось так, я сидел, что рядом со мной был иллюминатор. Я наблюдал, как внизу идет война. Летают самолеты, идут взрывы. Вдруг резко набираем высоту и уходим обратно. Прилетели опять же на этот аэродром в Ташкент. Нас выводят из самолетов. Выходят пилоты бледные. И выходит стрелок оттуда. Говорит, ребята, вам повезло. Дружба на войне – категория особенная. На ней держатся и боевые походы, и умение выживать в нечеловеческих условиях. Совместная радость искренних писем из дома от любимых девушек. Бесконечная боль потерь. Когда погибают твои друзья, да, это страшно, это больно. Это просто адская боль. Но ты от нее никуда не денешься. Самое страшное из этого, когда, допустим, тебе предлагают, ты же дружил с ним. Вот тебе двухнедельный отпуск, и повезешь его домой. Это еще страшнее. А как смотреть матери в глаза? Страх смерти – это нормальное человеческое чувство. Но не было такого среди советских солдат, что именно этот страх когда-нибудь помешал им в боевом задании. Не боятся только дураки. Ты знаешь, что страшно? Ну как страх? Ты понимаешь, этот страх где-то там. Сергей два раза подрывался на минах, получал контузию. Среди его многочисленных наград – не случайно самая дорогая медаль за отвагу. Сергей Владимирович такой и в жизни. Таким он и остался. Отважным, сильным, мужественным, уверенным в себе. Настоящим мужиком. Все в доме сделано его крепкими руками. Этот стол и лавочка – тоже его рук дело. Вот эта собака, которая прибилась к его дому, безумно любит своего хозяина. Чуя в нем доброту и умение защитить. 15 февраля мы снова их вспомним всех. Да и никогда и не забывали. Это наша общая история, наша общая судьба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова